даже не знаю что сказать здравствуйте туристы милитаристы ну вот и дошел я до этого ножа на самом деле ронин златоуст аир я к этой компании испытываю невероятное уважение за их модельный ряд за возможность прямо ну за их толковый сайт за возможность комплектовать себе нож из разных всяких интересных стали вот тот же самый желан у меня под рукой здесь у нас 100 х 13 м то есть как хочешь так вот но похвалил действительно нож этот очень такой универсальный очень спокойный и и на самом деле родин ну а и ровцы они молодцы у них очень классная 95 х 18 базовая сталь которая мне нравится гораздо больше чем aus 8 там условно японская aus 8 разных производителей то есть 95 х 18 златоустовская она действительно суперская при нормальной заточки она вообще огонь и по большому счету выдумывать что-то здесь с той точки зрения именно ну там а брать как какой-то уже брать какую-то сталь опция опционно как правильно опцион или опционально ну не знаю неважно то есть на самом деле это уже вкусовщина это уже какая какая-то вот погурманить немножко там то попробовать то попробовать замклили все это фигня почему потому что 95 х 18 95 к на 57 58 единиц по шкале роквелла у златоуста она простая как табурет совершенно простая в обслуживании прощает косяки она очень хорошая она вязкая то есть это действительно очень хорошая походная сталь она довольно просто правится но при этом ну скажем нормально сохраняет заточку и именно прощает как какие-то какой-то варварство то есть златоуст можно хвалить по самым разным моментам ну плюс конечно же злодинокс это уже вообще отдельная песня в общем все здорово все все замечательно все классно ронин сука самый наверное спорный нож который я наблюдаю в их модельном ряду несмотря там на наличие того же самого скорпиона предположим там или и цела и прочее прочее хотя и цел уже ближе в мачете но неважно кстати говоря мачете самый самый крутой мачете который когда-либо которым когда я либо работал это джанго златоустовский там реально если есть силушка в руках это просто смерч они инструмент он просто реально это просто что-то невероятное плюс несмотря на высокую стоимость джанго джанго сделаны там спуске именно прямые от обуха идеально сведен то есть это просто инструмент ну поражающие воображение ронин 275 миллиметров общая длина длина клинка 144 миллиметра ширина клинка 28 миллиметров толщина 3,2 по обуху то есть принципе нож еще и резучий обработка клинка здесь сатин но сатин который были близок очень к полировке вогнутые спуски здесь играют на две трети ширины клинка долл и здесь все нарисовано очень грозно так вот вес 200 грамм сталь 95 х 18 базовая 57 58 единиц по шкале рокула заявленная твердость появится желание можете поставить туда хотел мозг хоть l макс хоть хрен макс хоть какую-нибудь суперсталь отечественную современную рука я здесь текстолит и текстолит мне нравится он нравится мне своим видом в нем есть такая некая мекартовость то есть по сути это в чем разница между текстолитом и мекарты вот как я это вижу по сути в текстолит просто налито больше смолы и она более плотно утрамбована на самом деле очень красивый вид это действительно вот по виду такая мекарта причем такая холчевая здесь вообще вопросов нет full танк разборный на винтах все здорово и нужны вот такие вот прислали кожаные то есть уже начнем с того что если мы берем этот нож раз при воспринимаем как некий восточный такой как некую восточную попытку скажем так то конечно здесь кожа такой условно-досрочный вариант то есть по большому счету вот так вот если рукоять у нас мы смотрим на эти ножны мы никогда не скажем что там внутри что-то японоподобное но в любом случае традиционные свободные и фиксированный вертикальный подвес хорошего я не могу сказать что прям премиального но хорошего качества черная кожа нужно пошиты нормально ладно отверстие для вентиляции здесь нет и это конечно минус то есть берем дырокол вот здесь буквально пробиваем отверстие для того чтобы клинок дышал потому что 95 х 18 как любая коррозийно стойкая сталь она всего лишь коррозийно стойко она не прямая нержавеет это не кухонной стали про рукоять вот рукоять здесь классная рука я здесь очень удобная у ножа просто бомбический молоточный хват он очень очень удобно здесь со всех сторон вот снята таким образом вот здесь рукоять обработано что небольшое такое брюшка что берешь вот молоточным хватом я понимаю что этим ножом можно строгать просто я не знаю вечность не устанешь потом ровно-ровно он без перебора в какую-то пухлость без какого-то вот именно без какой-то вот ненужные вот этой вот я не знаю набухшести скажем так то есть действительно по-настоящему очень хорошая очень такая хватка рукоять диагональный хват есть и здесь насечка просто супер помогает но конечно рукоять большая и выходит вот сюда то есть по большому счету вот этим вот хвостовиком который он же такой скал крашер и здесь есть отверстие для темляка он не упирается в ладонь то есть диагональный хват здесь присутствует он есть но молоточный он просто влух просто огонь но если у нас молоточный удобный то соответственно и обратный зашибись то есть по большому счету рукоять здесь просто просто бомба вопросов нет вопросы к клинку что же это за игры разума такие это безусловно не японец в чистом виде но это и не американ танта это какое-то свое прочтение то есть здесь у нас идет обух немножко вниз как вы видите кончику прямая кромка вот если бы вот даже если вот из такого можно было бы сделать на самом деле красавцы если бы кромка была бы чуть-чуть по дуге самую малость на мой взгляд уже был бы совершенно другой вид фронтальная кромка идет под таким довольно серьезным углом то есть обычно же у американ танта в чем его преимущество в том что фронтальная кнопка кромка идет под более крутым углом и от этого кончик становится просто неубиваемым ломовитым здесь кончик довольно деликатный для тантоида здесь кончик действительно деликатный то есть вогнутые спуски были толы то есть здесь по намешано всего вот реально это именно для знаете слепая ярость для любителей жанра то есть я уверен что этот нож он будет пользоваться популярностью почему потому что 10 именно огромное количество людей которые вот они фанатеют не просто к тантоидам не просто каким-то классическим тантоидам а именно каким-то вот таким вот побиваком ковыряком таким вот в общем в общем атака в каждой в каждом миллиметре клинка доллы доллы все здорово но хорошо я сейчас скажем так высказался так немножко по выпендривался на тему формы клинка только у нас есть точить будет просто логотип компании марка стали по левому борту и на самом деле что он перед собой имеем мы перед собой имеем инструмент сейчас если в сторону отодвинуть его именно внешность мы перед собой имеем инструмент которым очень удобно будет строгать реально удобно то есть в этом плане если брать его именно как походный нож за счет рукояти за счет того что здесь клинок не широкий и идет в параллели режущая кромка спинки рукояти при строгании здесь действительно строгальческий потенциал у этого ножа просто офигительный потенциал на укол на пробивание на какой-то взрез разрезание вскрывания скажем так именно вот схождением кромок единственное что очень очень под вопросом это конечно же работа по продукту ну в плане работы по продуктам танта танта по неудачности по работе по продукту можно сравнить только с ванклиффа здесь действительно работает исключительно кончик ходит вот здесь по доске все остальное режется на весу кромка как бы казалось бы не царапает то есть от кромка как бы не садится за счет того что она не не елозит по доске но с другой стороны кончик всегда тантоида он портит сам по себе разделочную доску во первых и во вторых нарезка таким образом но она может быть аккуратной но крайне редко и это не так просто скажем так то есть если мы берем какой-то вот опять же какой-то обычный вменяемый с другой режущей кромкой вот такой вот нож им совершенно четко грамотно я понимаю что они оба не кухонники но вот этим можно порезать красиво эти просто порезал но зато здесь есть свои другие преимущества то есть я просто сейчас не хочу чтобы вы подумали что я сказал там что нож плохой или еще что то я просто действительно не фанат танта здесь действительно для любителей жанра есть где разгуляться как говорится фантазии фантастики но я могу сказать что честно вот с учетом того что златоуст делает просто потрясающую классику замечательную техно классику златоуст делает просто шикарнейшие ножи по мотивам какие-то конечно ронин это действительно вот на любителя это действительно для тех кому вот нравится подобные формы будет очень здорово если златоустовцы на эту рукоять поставить какой-нибудь более классический клинок потому что рукоять здесь мне нравится просто на совершенно нравится во всем она очень такая рабочая она очень такая ухватистая все восхищаетесь синеблузы что тут еще сказать спасибо за просмотр всего доброго увидимся